Тенин, а что самое главное в жизни? Самое главное – евангельские заповеди. Треться, беда. Не человеческое, такое должно быть, понятие, а евангельское, христианское, христовое. Придите ко мне все труждающиеся обременения, я упокою вас. Научитесь от меня, как рот, а кейс, несмирен сердце, набрящите покой души вашей. То есть, если вы не просили ничего во имя Мое, просите и приемите, да радость ваша будет исполнена. Что такое христианин, когда принимают крещение? Отрекаясь от сатаны и от всех дел, он сочетается с Христом. Что значит сочетаться с Христом? Это значит, ум и сердце привязаны к Иисусу. Сердце дашь мне, Сын человеческий, а не просто внешние какие-то дела. Без сердца. А это невозможно без непрестанной молитвы. А вот в миру, как это, непрестанная молитва в миру? Вот есть очень хорошее учение святого Григория Паламы, в пятом томе добротолюбия, что всем христианам, всем, надо стараться учиться непрестанной молитве. Непрестанной и мирянам тоже. Всем. Даже, наверное, всех надо обучать. Это последнее, самое последнее в пятом томе добротолюбия учение святого Григория Паламы. И он стал другом своему Иову, старцу Иову. Потому что все христиане, даже женщин, даже детей, привычать непрестанную молитву. А старец Иов стал противоречить, что это только для мирянности невозможно, только для монахов в живущем мире. А святитель привел ему еще пример. Григорий Богослов говорит, христианин, хоть и мирянин, хоть и мирской даже, чаще должен вспоминать Бога, чем дышать. Он же христианин. Во Христа облекитесь. И лица во Христа креститесь, а во Христа облекотитесь. А как облечься во Христа? Без молитвы. А Господь говорит, кто будет во мне, и я в нем, тот сотворит плод в ногах. Как может быть в нем? Он во мне. Это без... Если ум и сердце, то боль. Так вот, когда старец Иова начал противоречить, то святитель замолчал, чтобы не было спора. И старец Иова пошел к себе в келью. Вот послушайте, вот здесь, в пятом доме, врата либе этого. Пошел к себе в келью. Я виделся ангел Божий, говорит, как ты смел противоречить святителю в таком важном для христиан свое учение о спасении души. Смотри, даже мысли к ним не имеют, что это противоположное. Он пошел и стал просить прощения. Я говорю, это делание, это заповедь Божия, а не пресса на молитве. И апостол всем христианам говорит, и пресса на молитве. Конечно, по возможности каждому. Это как-то кажется, вот как Старец Иосиф говорит, но всего пять слов. Господи, Иисусе Христе помилуй меня. А сеструльников просто говорят, Иисусе помилуй меня. Всего три слова. Это же не землю копать. Ходишь, что-то делаешь там. Вот у святителя Феофана много об этом говорится. Как связывать, может, дела? Дела за, руки за делом, а ум с Богом. А если вот человек за компьютером работает? Ну, надо, конечно, так. Но если очень-то усердно в молитве, то и здесь ты где-то найдешь, чтобы как-то вспомнить Бог. Ревность должна быть. Такая пламенная ревность, чтобы именно иметь непрестанную молитву. А если такая тепло-хладность какая-то... Почему Господь и говорит, ты не холодный, не горячий. Меня избивайте тебе из уст моих. То есть надо быть горячим. То есть ревность иметь. Это большое усердие. А ревность, она откуда берется? Это от благодати. Благодать дает ревность. И Господь говорит, Иван, я огонь пришел во врачи на землю. Помните, это говорится о ревности. При большом усердии все возможно. Вся могу, а укрепляющая меня Иисусе. А вот с какого момента пришел христианин, считающийся православным, вот только-только первые шаги к храму начал. Ему возможно молиться уже Иисусу в молитве? Конечно. Сразу. Вот я про себя скажу. Я еще не был крещеным. И первый раз. Сейчас он митрополит. Это он сейчас владыка. А мы были... Вот тогда мы вместе, мы учились. Учились вместе. И он меня сам позвал в этот храм. Мы пришли туда. Я первый раз в храм пришел. И вот подошел на Клирос и спрашиваю. А мне вложили такое понятие на студенты. Еще мы совсем в советское время. Ты знаешь, говорят, христианин, верующие люди знают такие молитвы, они большой силы имеют, только держат это большой тайник. Но я поверил. Вот пришли, я подхожу к Клиросу, стоит старушечка благообразная, монашечка. Вы никакие не знаете молитвы. Тихо спрашиваю. Он был в тайне. Говорит, знаю. Они взяли вас. Она мне дает каноник. Я как увидал, сколько молитв. Давай приписывай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава тебе, Божья, слава тебе, Царь Небесный, Тридцатой Павлочинаш. Говорит, зачем ты все это пишешь? Вот тебе молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И другая молитва. Господи, не отступи от меня. А еще не крещенок. А почему нельзя ее читать? С самого начала призывание Иисуса. Что здесь такого? Я обращаюсь к Господу Иисусу, моему Спасителю. Прошу его милости. Все очень просто. Вот бы тут неч, чтобы в прелесть не попасть. Чтобы в прелесть не попасть. Если молитву Иисусова читают не ради того, чтобы просить помощи у Иисуса, а его милости, нуждаются в этой милости, как бы приносят покаяние перед ним, тогда очень спаситель. Но если думают, что они через молитву Иисусова получат какие-то высокие дарования, и сразу думают, сейчас я буду заниматься, получу дар прозорливости, например, исцелять всех, такое высокое, сразу высокоумие, тогда может прийти. И если возьмем за молитву Иисусова, думаю, сейчас я быстро своими силами, количеством начну, как можно больше, вот я приобрету, надеясь на свои силы. Это называется волчий путь для сажания молитвы, такой самонадеянный. А если со смирением, с таким, с познанием своей немощи, прося помощи Божьей, тогда это не будет прилиц. Вот детей, вы сказали, тоже приводите к тому, чтобы они не пристально молились. Это как детей к этому приводить? Не потихоньку, не надо, что сразу, а потихонечку. И потом дети быстрее еще усваивают молитву Иисусу, чем старые, взрослые. Они чистые душечки, и Махаристово для них быстрее сделается усладительным. Вот в книге «Откровенные рассказы странников» помните, как помещик мальчика научил молить? Как он быстро приучился, потом нельзя было его оторвать от молитв. Отецкие души чистые такие, они способны принять благодать. Быстрее, чем взрослые даже. А вот в городской жизни часто какое-то такое выхолощивание, то есть устаешь от всего буквально, и даже правила исполнять что-то, все вызывает такое внутреннее напряжение, отторжение какое-то. Вот как в себе ревность эту возгревать или возвращать вот это, чтобы... Значит, человеческие силы немощные. Но если только поверни эту свою немощь пред Господом, покажи ему Господь, видишь, как я устаю, я немощный, подай мне Твою благодать. Надо просить, чтобы Господь благодать дал. Вся могу о укрепляющем Иисусе Христе. Но если он Господь подаст благодать, при этой благодати, то да, хоть она имеет силу, имеет такую силу восставить наши немощные силы. И устало все, как будто бы и не устал. Подает свежесть такую. Все действует. И вообще молитва она, и предусмотрение молитвы, все через благодать Святого Духа. Благодать это движущая сила. Проси благодать у Господа. Вот есть такая, был такой митрополит Вениамин Твеченков. Вот у нее есть такие вот. Он пишет, что, значит, предполагает Нектарий Оптинский, говорит, что проси у Господа, Господи, дай мне Твою благодать. Когда ты так просишь, вот и девка на тебя туча оскорбили. За то, что просишь, Господи, дай мне Твою благодать, Господь как руку отводит. Все от Тебе все скорби. Наоборот, часто считают, что ты, если будешь просить благодать, а Царство Божие, оно скорбями, вот больше такими усилиями берется. Это прах. Господь, если Он ведь Твою малодушие, а ты просишь благодать, Он Тебя может и не послать никакие скорби. Это прах так, чтобы не просил. Малодушие на Тебя спокойно. Наоборот. Но нектарь оптинский, это старец, вот говорит, идет на Тебя туча скорбей, а ты просишь благодать, я спать как руку отводит. А вот еще бывает такое, вот человек молится, а потом после этого еще в более тяжкие грехи, чем до этого впадал. И говорит, это вот из-за того, наверное, что я перемолился. Это не. Значит, бывает такое, что надо просто терпение. Вот, например, монита трогает страсти у нас. Если такое произошло, не надо опускать руки. Хоть и впал в эти грехи, но всему есть покаяние. Вот, например, даже пишется, по течению, там один, он схимником был, пустынником, а пошел на реку, а там женщина мыла белье, и он с ней впал в блудный грех. И тоже дьявол пришел с помыслами отчаяния. А он говорит, а я не согрешил. И пошел в свою телью и стал опять правила исполнять, как будто ничего не бывало. И было старцу открыто, что так как он не впал в отчаяния, с которой хуже всякого греха, то он, говорит, в своем падении вершал победу. Ну, получилось, согрешилось. Не знаю, что виновата молитва. Виновата наше сердце исполнило грехов. Вот что. Ну, всему это из покаяния, покаяния врачуют все грехи. Упал, вставай, упал, вставай. Такое мужественное сердце. Вот человек причащается, допустим, там раз в неделю, раз в две недели, причащается, причащается. Потом, говорит, у меня вот такое, как в привычку вошло. Значит, не надо ему так часто причащаться. Значит, лучше пореже, но более благовинно. Или же показать ему при таком часто причащении, какой должен внутренний строй ума и сердца, значит, чтобы вот это тогда будет, тогда другое. Он просто причащается. Говорит, что я вот грехи исповедую, как будто уже как стишок зовут. То есть, одно и то же, одно и то же. Надо, хорошо, когда попал какому священнику, который умеет наставить. Так вот, я тут даже вот с сестрам говорю. Это не отчего сдавать, батюши Богу. Надо перед тем, как исповедоваться, нужно переболеть эти грехи в душе, принести покаяние внутреннее. И на исповеди, если хочет, чтобы Господь принял покаяние, должно быть сокрушением сердечным, чувством раскаяния, зачем я это делал. Желаю начать новую жизнь для того, чтобы Бог принял этот диспорт. Я помню, к одному духовному архиве обращался, он говорит, священник говорит, я прощаю, разрешаю, а Бог скажет, а я не прощаю, не разрешаю. Там не было покаяния. Помню, я посещал одного старца, был такой старец белорусского, как с Ярконом Григорием, это он был дар прозорливости. Говорит, не в том суть, чтобы перечислить грехи, а осознать свою вину пред Богом. Вот это главное выступление, что я виноват. А не только отчет принести. Ой, а вдруг я забыл вот такой вот огрех, в отчете записать. И потом, если поисповедовалось, и потом опять раз, подходят к бочке, еще вот это, забыл, второе, это пусть. Это пусть, если скажут, это пусть. Только опять объяснил, что не в том суть, чтобы ты скрупулезно все сказала, а в том суть, как одна вот, усвечили Инатий Бречене от письма. Он такая, больше не все сказал на исповеди. А он говорит, какая ты расчетливая предболом, а можем мы знать все свои грехи. Только один Христос их знает. А вот что главное в семейной жизни, вот, когда стремится христианин жить и в семье благочестиво. Но часто вот как-то планируют, что дети должны вот так себя вести, жена вот так, или там, наоборот, супруг должен вот так. Из-за этого часто скандалы возникают, что не ведутся так, как я себе напланировал. это значит здесь самонадеянность. Фактически все устраивает как Бог. И все воспитание детей главное воспитывает Бог. И в семье все делает Бог, а мы только как его сотрудники. Синергизм называется, да? Вот. Если только то же самое, как апостолу, Господь послал на проповедь. Если бы не пришла благодать Святого Духа, которое они получили, они не смогли никого об обратить. Вот даже в Евангелии Христос сел в лодку Симона Петра, отплыли. Христос говорит, бросьте небо в море. Говорит, Господи, всю ночь мы трудились, ничего не поймали. Но по-моему слову я брошу. И когда вытащил, то огромное количество рыб. Что это хотел Христос показать будущим апостолам? Когда ты своими силами без моей помощи ничего не поймал. Но когда пришла моя благодать, тогда я смог столько рыб поймать. То есть столько людей. А все люди будут человеки ловить. И в Нагорной проповеди об этом Господе говорит, без меня не можете говорить, ничего же. Буквально слова относились к апостолам, которые должны были привести людей. Главное, говорит, если никто не может прийти ко мне, если отец не привечет его. И никто не прилетет ко мне, то к отцу. Никто не прилет ко отцу, то к мною. Значит, главное это Божья благодать. И для того, чтобы воспитать семью и сделать надави, главное это молитва. Говорить даже немного, не надо много таких слов говорить, а больше молиться надо. Быстрее послушай. во все. Главное это молитва. Тогда Господь будет вмешиваться и будет очень удачным. А своими силами без помощи благодати ничего не получится. Один старец говорит из этих афонских. Говорит, что когда человек сам без Божьей благодати, как два нуля. Но если Христос к этим двум нулям приложит единичку своей благодати, получается сто. И когда он своими силами надеясь на себя, ему кажется, что он идет быстро, а он стоит на месте. Но когда Бог поможет, тогда он идет. В этом вся суть. Вот у меня тут скету бывает по-всякому. Смотрю, матушки, хочу так, а потом вижу, что я если своими силами, я не смогу, потому что это же все-таки страсти, особенно в женском коллективе, особенно обостренно. Я начну усердно просить Господа Богородицу. Смотрю, смирилась. Все нормально. И вроде ничего, много не говорю. А вот духовным чадом тут общаемся в Воронеже. Что такое самое на что больше всего внимания обратить? что самое главное всего. Просто поднуждая себя непрестанно молитой. Значит, суть смирения сознать полную свою немощь, что я своими силами без Божьей помощи сделать ничего не могу. Вот эту немощь все равно показываю Христу и непрестанно проси его помощи. Вот это самое главное. Вся могу о укрепляющем Иисусе Христе. И без меня не можете творить, и ничем тоже говорит Христос. Вот это сама суть. Когда мы читаем молитву Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам есть. Насущный хлеб. Что есть насущий хлеб? Это Сам Господь Иисус. Хлеб Спасибо.